Прототипом этого мужчины, застывшего в скульптуре, стал реально существовавший ныне покойный китобой Иван Скрипкин. В начале и середине 20 века Владивосток и Приморье на 75% зависели от того, какой будет улов у этих смелых тружеников моря. Совсем скоро их труд будет увековечен в бронзе. Подготовка к возведению памятника работникам китобойного флота практически завершена. А съемочная группа 8 канала увидела его уменьшенную версию. Здесь он представлен в масштабе 1 к 3. Необычная и эмоциональная поза скульптуры китобоя – ничто иное, как язык жестов. В данном случае он означает «стоп-машина». Автором идеи памятника выступил руководитель фонда, бывший китобой Виктор Щербатюк. Идея создания именно скульптуры пришла к нему далеко не сразу. Когда-то я работал на китобойном промысле, закончил на Советской России в качестве старшего офицера. У меня возникла мысль такая собрать воспоминания всех тех китобоев, которые работали на судне. Впрочем, коллекционированием одних только воспоминаний дело не ограничилось. Уже в 2013 году Виктор Павлович представил публике книгу «Антарктика за кормой», где он максимально полно представил тот экономическо-исторический пласт, коим и являлся для Приморья, да и всего Дальнего Востока – китобойный промысел. Двумя годами позже созданная не без помощи администрации Владивостока инициативная группа собрала необходимый людской и профессиональный ресурс, открыла банковский счет и стало ясно – памятнику быть. Второй этап. Если быть, то где? Были определены несколько мест, причем я уезжал, друзей просил, встречались с главным архитектором города, с другими специалистами, ну и в конечном счете остановились, предложили нам на площадке морского вокзала. Место выбрано не просто так. В старые времена тружеников-китобоев местное население Приморской столицы считало настоящими героями и встречало теплее, чем сегодня встречают лайнеры с иностранными туристами. По мнению активистов и инициаторов, причастных к созданию скульптуры, ее значение трудно переоценить, но и на данном этапе проекту все еще требуется некоторое финансирование. Поскольку это дело общественное, мы рассчитываем, что наши и рыбопромышленные организации, и даже частные люди внесут свои пожертвования. Более того, руководство Федерального агентства по рыболовству положительно отнеслось, и в общем-то всегда мы чувствуем поддержку со стороны руководства, положительно отнеслось к созданию и установке этого памятника, потому что город Владивосток без памяти о китобоях – это не наш город. В идеале авторы проекта планируют представить полноценную версию китобоя ко дню рыбака в июле этого года. Впрочем, руководство фонда все же подозревает, что даты будут несколько сдвинуты. Насколько – покажет время. А пока даже в треть своей величины китобой Иван Скрипкин продолжает безмолвно кричать сквозь историю «Стоп-машина». Евгений Черемухин, Василий Косилов. Новости на Восьмом.